Время новостей на Арктик ТВ в студии Дмитрия Ероха. Здравствуйте. И вначале пару слов о главных темах выпуска. Шаг за шагом. С участием крупных нефтегазовых игроков на этом рынке мы обсуждаем впервые. Как пандемия повлияла на освоение арктического шельфа. Теперь и в Мурманске. ICJ – это аббревиатура препарата, который вводится непосредственно в ткани. Врачи областного онкодиспансера осваивают новую технологию лечения. Теперь и в школах. На этих каникулах, буквально за время каникул, окна были поставлены. По какому принципу выбирают участников программы «Теплое окно»? После полуторагодового перерыва в Мурманске состоялась конференция освоения арктического шельфа шаг за шагом. Участники обсудили перспективы логистики, инвестиционных проектов и разработки месторождений полезных ископаемых в Арктике. Конференция освоения арктического шельфа шаг за шагом в Мурманске обычно проходит ежегодно. Однако пандемийные ограничения помешали экспертам и бизнесу встретиться в 2020-м. Поэтому тем для обсуждения накопилось с избытком. Для нас самое главное, что это экологическая безопасность, то, что осваивается, делается и сколько делаем наша страна. Я думаю, что освоение Арктики в первую очередь должно в целях добычи углеводородов, конечно, первую очередь должна стоять экологическая безопасность. И я думаю, сегодня я это услышу. Ну и самое главное, конечно, освоение северно-морского пути, то, что президент Российской Федерации стоит увеличить перевозку груза более 80 миллионов в 2024 году по северно-морскому пути, это говорит о том, что задача и стать глобальной. Геологи, нефтяники, предприниматели и политики. Состав участников встречи серьезный. Из-за ситуации с ковидом на конференцию не смогли приехать представители иностранных компаний. Зато поучаствовали в обсуждениях представители финского и норвежского консульств. Политики приграничных стран заявили, что их при освоении арктических территорий также интересует вопрос сохранения экологии. Политика должна способствовать формированию условий для более полного использования трудового потенциального знания и опыта финансовых и природных ресурсов с акцентом на экологичность. Главными темами на конференции стали вопросы цифровизации и маршрутизации на Северном морском пути, а также доклады представителей компаний, занимающихся геолого-разведкой. Кроме того, промышленники рассказали о своем опыте по подготовке кадров для освоения Арктики совместно с МГТУ. Впервые мне бы хотелось сказать, что у нас представлен опыт сотрудничества между образовательным учреждением и крупной нефтегазовой компанией. Я имею в виду ПАО «Газпромнефть» и Мурманский государственный технический университет. Ранее мы просто говорили о том, что кадры надо готовить, но то, что их нужно готовить в том числе с участием крупных нефтегазовых игроков на этом рынке, мы обсуждаем впервые. Важная роль при освоении арктического шельфа отводится Мурманску. Наличие незамерзающего порта и база атомного ледокольного флота позволит сделать город серьезной логистической базой для обеспечения шельфовых проектов. А с учетом прихода в регион крупных промышленных компаний-инвесторов, областной центр может побороться за звание Центра освоения месторождений Западной Арктики. К слову о Севморпути. Первый серийный атомный ледокол нового проекта «Сибирь» покинул достроечную набережную Балтийского завода и взял курс на Финский залив, где приступит к выполнению программ заводских ходовых испытаний. В ближайшие три недели специалисты будут проверять работу механизмов и оборудования ледокола, запланированные испытания паротурбинной установки, систем электродвижения судна, работы валоприводов и палубных механизмов, якорного и рулевого устройства. Будут протестированы скоростные и маневренные характеристики, функционирование общесудовых систем и систем автоматики. Кроме того, важным этапом ходовых испытаний станет проверка систем навигации и связи, а также работы вертолётного комплекса. Универсальный атомный ледокол «Сибирь» — второе судно проекта, строящееся на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась 26 мая 2015 года. Ожидается, что судно будет передано заказчику, атомфлоту, до конца текущего года. К теме происшествий. В Кандалакше полицейские задержали водителя, управлявшего автомобилем, в состоянии опьянения. Чтобы остановить нарушителей, инспекторам пришлось применить стабильное оружие. В дневное время в посёлке Зеленоборске внимание сотрудников Дорожно-патрульной службы привлёк автомобиль ВАЗ, водитель которого неадекватно вёл себя на дороге. На требования правоохранителей остановиться мужчина не реагировал, а только увеличил скорость и попытался скрыться. После нескольких предупреждений один из инспекторов выстрелил по колёсам транспортного средства. Нарушителем оказался ранее неоднократно судимый местный житель 91-го года рождения, у которого не было водительского удостоверения. Кроме того, у молодого человека имелись явные признаки опьянения. За отказ от освидетельствования мужчине может грозить наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. Даже если ездить, соблюдая все правила, иногда не удаётся избежать ДТП, особенно учитывая снегопады и сложную дорожную обстановку. Так, в районе дома номер 3 на улице Свердлова в Мурманске столкнулись две легковушки. Момент аварии запечатлела камера видеорегистратора одного из автомобилей участников движения. На кадрах видно, как кроссовер Hyundai начал выполнять разворот, прижавшись к правой стороне обочины, не заметив, что в этот момент по левой полосе проезжала иномарка. Обе машины получили повреждения кузова. 271 новый случай заболевания COVID-19 выявлен в Мурманской области за сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске плюс 81, в Кадалакском районе плюс 44, в Мочегорске плюс 32. Сертификаты о вакцинации от COVID-19 могут дополнять фотографиями. Это позволит избежать очередей при их проверке, сообщают известия со ссылкой на источник в правительстве. Напомним, в Мурманской области посещать общественные места, а также точки общепита, сауны, бани и торговые центры можно также при наличии QR-кода о вакцинации, справках о перенесённом заболевании или медотводе. Паспорт лучше всегда иметь при себе, но по факту его просят предъявить крайне редко. Получить QR-код можно в МФЦ, а также скачать его из приложения Госуслуги. В областном центре продолжается прививочная кампания против гриппа. Сейчас на территории города Героя эпидемиологический порог не превышен. В среднем вакцина предотвращает порядка 60% случаев инфицирования у взрослых людей, отмечают эксперты. Детям, будущим мамам и пожилым людям прививку от гриппа рекомендуется делать обязательно. Дошкалятые школьники могут пройти процедуру в своих образовательных учреждениях, а взрослые в поликлиниках без предварительной записи. Кроме того, доступны пункты мобильной вакцинации в торговых центрах – Плазма, Форум и Мурманск Мол. Все пункты работают с 11 до 21 часа, кроме Форума. Он работает до 20-30. Оказываем услуги ежедневно. Очереди, конечно, есть, но мы пытаемся справляться всеми силами как можно быстрее. Вакцинируется более 100 человек ежедневно от гриппа. Вакцина СОВИГРИП трехвалентная, вполне хорошая. Медицина во всем мире переходит на новый уровень. Появляются современные оборудования и технологии, позволяющие буквально творить чудеса и лечить даже те болезни, при которых раньше ставили смертельный приговор. Среди них – онкология. Рак – это, наверное, самый страшный диагноз для каждого человека. Но онкология, как и любая сфера медицины, не стоит на месте. Классическая триада лечения подобных заболеваний – это хирургическое вмешательство, лучевая и химиотерапия сегодня дополнилась новыми методиками и технологиями, среди которых – ICG – лапароскопия. ICG – это аббревиатура препарата, который вводится непосредственно в ткани. И за счет того, что он имеет тропность к лимфоткани, к лимфатической системе, этот препарат распределяется по лимфоузлам, по лимфатическим сосудам. И таким образом у нас есть возможность определить так называемый сигнальный или сторожевой лимфоузел, то есть тот лимфоузел, который первым встречается на пути метастазирования заболевания. Для мурманских врачей-онкологов это совершенно новый опыт. Раньше за таким лечением пациентам приходилось ездить в другие, более крупные города. Сейчас же все необходимые манипуляции северные медики проводят в стенах областного онкодиспансера. Применение новой ICG-технологии позволяет точно определить анатомию органов и области, на которых выполняется операция, снижая при этом риск возможных осложнений. Применяя в данной ситуации эту технологию, мы, во-первых, выполняем функционально щадящую, даже зачастую, органосохранную операцию. Это первое. Второе. Мы можем избежать ряда осложнений после проведения больших наших массивных онкологических операций. И, в-третьих, мы определяем в щадящем варианте распространение опухоли на прилежащие региональные лимфатические узлы. Что, опять же, очень важно для нас. Почему? Потому что это сокращает время проведения операции. Последний фактор играет немаловажную роль. Ведь чем короче сама операция, тем меньше пациент находится под наркозом. Плюсы новые технологии очевидны. Именно поэтому теперь она будет активно применяться в борьбе с раковыми заболеваниями в Мурманском областном онкодиспансере. Современные троллейбусы с изображением полярного сияния начали курсировать по улицам Мурманска. Машины марки «Авангард» пришли в заполярную столицу с завода в Вологде и с первого взгляда покорили жителей города. Один из троллейбусов имеет возможность автономного хода и может передвигаться без соединения с контактной сетью, используя заряд аккумулятора. Он уже вышел на маршрут в микрорайоне Роста, где раньше вовсе не было троллейбусного сообщения. Оформление машин сделано в духе севера. На троллейбусе изображено полярное сияние. Транспорт не только красивый, но и комфортный. Имеет низкие полы, благодаря чему становится удобным для маломобильных граждан. Также он рассчитан на работу при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 градусов. До конца года в город поступит еще не менее 10 современных троллейбусов и 19 автобусов. В следующем году при поддержке областного бюджета планируется приобрести около 50 транспортных средств, которые будут эксплуатироваться не только в Мурманске, но и в других крупных городах нашей области. Новинки на своей странице отметил и глава региона Андрей Чибис. В Мурманске продолжается программа «Теплое окно». В рамках проекта оконные блоки обновили в кадетской школе, которая располагается на улице Спартака, 11. Новые окна стали долгожданным событием для учеников и сотрудников кадетской школы. Здание учреждения было построено в 1965 году и, конечно, нуждалось в обновлении. На этих каникулах, буквально за время каникул, окна были поставлены. Поэтому учащиеся пришли после каникул и увидели, что все учебные кабинеты приведены в соответствие. Всего здесь установлено 27 новых оконных блоков. Это 80% от всей работы. Остались еще несколько необновленных мест. Например, столовая. В школах частично заменены стеклопакеты. Комитет по образованию депутаты подходили с точки зрения целесообразности. Три школы, которые находятся на возвышенности, обдуваемости, в первую очередь. И еще подход есть с комитетом по образованию, что приоритет отдать про гимназиум, где занимаются маленькие детки. Напомним, что программа «Теплое окно» за многие годы работы позволила обновить оконные блоки во всех дошкольных учреждениях города. Теперь она продлена и распространена на школьные образовательные учреждения. Каша под ногами и невывезенный снег. С такими проблемами сталкиваются многие жители Мурманска. Управляющая компания «Севжилсервис» своевременно очищает придомовые территории. Чтобы передвижения пешеходов и автомобилистов по ним были комфортными и безопасными. Тему уборки снега подняли на оперативном совещании в правительстве. Прошлая неделя выдалась сложной. С 8 по 14 ноября температура была близкой к нулю. Глоледится сильный снегопад. Особенно много снега выпало в воскресенье. За несколько часов 8 мм осадков. Жители Мурманска стали обращать внимание жилищных организаций на снежную кашу во дворах. Одна из старейших управляющих компаний в городе «Севжилсервис» с такими капризами северного климата справляется. Тяжелая техника и дворники регулярно выходят на борьбу со снегом. Снегопады начались в воскресенье. Снег начал. Мы в воскресенье технику выводили. Техника работала. Работала в основном в выходные дни именно на социально значимых объектах. Это очистка подвездных путей к контейнероплощадкам. А дальше стали работать в спокойном, в штатном режиме работаем. На выходе 7 единиц тяжелой техники. Убрано за вчерашний день 51 дом. Управляющая компания «Севжилсервис» работала и выходные. Но врала нет. Все в штатном режиме. Если понадобятся специалисты, снова выйдут на работу в субботу и воскресенье. Дворники убирают остатки снега, который не может зацепить техника. Поэтому тротуары вычищены. Но часто мешают машины, хотя объявления об уборке вывешивают заранее. Машины не мешают? Ну как не мешают? Они постоянно мешают машины. И так, по-моему, постоянно будет. Их не убрать машины со двора все. Ну что бы хотели сказать водителям? Объявления читайте на дверях и вовремя машину убирайте. Все будет почищено. Напоминание о том, когда намечается ближайшая уборка, размещают у входа в подъезды. Начавшаяся зима не обещает быть простой. Тем не менее, можно надеяться, что все управляющие компании к вызовам готовы. Мурманский фильм о поэте Викторе Тимофееве стал участником крупного международного телефестиваля. Профессия – журналист. В этом году конкурсный отбор прошли 23 работы в четырех номинациях – телесюжеты, телепрограммы, репортажи и документальное кино. Показ фильмов участников начнется 15 ноября. Ознакомиться с программой показов можно на сайте фестиваля. Кинолента «Бурмачан. О. Если б никогда не расставаться» будет показана в рамках номинации «Документальное кино» 19 ноября на большом экране Центрального дома кинематографистов. Документальный фильм мурманского режиссера Ярослава Ломакина создан и мурманской киностудией «Скальная 20». Фильм посвящен памяти мурманского поэта Виктора Тимофеева. Лента была снята в декабре 2020 года и включает в себя воспоминания жены поэта. По словам режиссера, фильм рассказывает историю знакомства и совместные жизни Виктора Леонтьевича с супругой и показывает, как их жизнь тесно переплеталась с увлечением Виктора поэзией, созданием поэтического объединения Мурманского книжного издательства Организации дней славянской письменности. Кинокартину можно увидеть на YouTube-канале киностудии «Скальная 20». Когда Виктор заболел, он написал, «Когда меня возьмете схоронить, не надо хором ныть, сверх горем нить, скажите тихо, Витя, в добрый путь». В Мурманске начали украшать главную новогоднюю елку. Закончилась установка новогодней ели в центре Мурманска. Теперь рабочие приступили к украшению вечнозеленой красавицы. На ветвях и макушке уже смонтированы звезды. Правда, иллюминация пока не подключена. Елка загорится после того, как завершатся все необходимые работы. В Тереберке открыли два арт-объекта под названиями «Место встречи изменить нельзя» и «Бухта влюбленных троллей». Идея первого проекта состоит в том, чтобы объединить истории рыбацких сел в одном месте. Центральный символический объект инсталляции – деревянная лодка, средство передвижения, которое раньше активно использовалось жителями региона. Внешне композиция представляет из себя 12-метровый круглый деревянный подиум с перевернутыми верхушками лодок, внутри которых установлены скамейки. Лодки стоят как по одной, так и группами, по две, три и четыре штуки, чтобы людям можно было общаться, медитировать и наслаждаться видами моря. Проект «Бухта влюбленных троллей» – это выбитое на скале графическое изображение карты местности с чуть различимым образом мифических троллей. Значительной частью работы стала очистка скалистой плоскости от инородных надписей, оставленных приезжими. Все дети нуждаются в любви и заботе. Окруженные добрыми людьми, они познают мир с лучшей стороны. И это не обязательно должны быть большие дела. Даже устроив маленький праздник, можно сделать ребят безмерно счастливыми. Большой праздник для маленькой компании. Без повода, просто для искренней радости. А почему бы и нет? Ведь дети должны наслаждаться жизнью. Некоммерческий фонд соцпомощи «Добрые сердца» вместе с базой отдыха Чунга-Чанга устроили для ребят такое событие. Мы решили им сделать какой-то маленький праздник, просто порадоваться с ними, повеселиться с ними и быть с ними в общении. Большое доброе сердце, конечно же, в нем находился аниматор, провело детям из коррекционной школы-интерната номер 3 и увлекательную экскурсию по территории базы отдыха. А потом малыши весело играли на свежем воздухе. Дети должны социализироваться в этой жизни, должны видеть, где можно отдыхать, где можно развиваться, какие-то игры проводить. То есть это нормальное развитие детей. Деткам нравится сегодняшний праздник? Конечно, вы же видите. Они счастливы, глаза горят, веселятся, бегают, радуются. После развлечений на улице малышей ждал сюрприз. В лофт-баре граблей им накрыли большой вкусный стол. Потом для детей провели конкурсы и устроили развлекательную программу с аниматорами. Организация праздников базы отдыха Чунгачанга работает на славу. У них огромное количество анимационных костюмов, аниматоров. Они именно профилируются на этом деле, поэтому мы рады принимать не только взрослых, но и деток. Если вдруг будут какие-то еще предложения, мы всегда рады принять и всегда рады порадовать наших малышей. Дети самое главное в жизни. За проведение яркого праздника организаторам от фонда вручили благодарственное письмо. Ну а лучшая благодарность от детей – это, конечно же, их искренние улыбки и задорный смех, который не стихал на протяжении всего дня. Такой отдых запомнится ребятам точно надолго. На этом все. Телефон редакции для ваших новостей 70-13-70. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok